История о затонувшем пароходе Челюскин Понятно, что наш земляк, уроженец села Ирининское, Василий Сергеевич Молоков, является первым среди героев, среди семи летчиков полярных, которые участвовали в спасении Челюскинской экспедиции. И медаль его, золотая медаль Героя Советского Союза, ему вручена под номером 3. Более 50 фотографий, рассказывающие о Челюскинской эпопее и других значимых событиях и жизни Героя Советского Союза, размещены на четырех стендах сквера «Юность». Большинство материалов, представленных на выставке из фонда историко-культурного центра. Также на экспозиции можно познакомиться и с уникальными кадрами из семейного архива Молоковых. Вот эти фотографии, они для меня очень много значат. Это как воспоминания. И спасибо большое, что вот это все было организовано. Фотографии – это фотографии семейные, где как раз Молоков приехал в 1934 году в село Ирининское и встретился со своей семьей, со своими односельчанами. И вот эти фотографии, они из нашего архива. Председатель Координационного совета Комитета Челюскинс и Владимир Кошлаков рассказал о большой работе, которая проходит в округе, посвященной героям тех событий. На встречах в школах ребятам рассказывают об исторических фактах и героях-земляке. Василий Сергеевич Молоков был самым маститым летчиком среди первых героев. У него из семерки трое учеников, которые его учителем называли. И все к нему обращались очень, скажем так, вежливо и уважительно. Дядя Вася. Уважали его путь, скажем, летчика. Он сам себя сделал, что называется. И во время Великой Отечественной войны его опыт пригодился при сооружении трассы Алсибовской. Познакомиться с экспозицией может любой желающий. Выставка продлится до 25 июня. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.